Привет! В этом ролике я, Бигбит, покажу тебе прохождение Майнкрафта с такими графическими модификациями, которые превращают эту игру в настоящий визуальный шедевр. Добро пожаловать в самый красивый Майнкрафт 2024 года! Оказавшись на севере, я был поражен его неземной красотой, ведь он по моим меркам обладал самой фантастической атмосферой в верхнем мире. Однако, несмотря на его прелесть, мне были жизненно необходимы еда и дерево, поэтому отправился на поиски территории с более теплым климатом. Весь путь я наслаждался атмосферой этого кристально чистого пространства. Вскоре мне удалось наткнуться на остров с нужной так мне древесиной, и добравшись до него, добыл столь необходимые ресурсы. Вооружившись каменными инструментами, вскоре я нашел величественную пещеру. Но отправляться в экспедицию без провизии было бы безрассудством, подобно игре в русскую рулетку с пятью патронами в барабане. Риск был неоправданным, и я решил отложить исследование пещеры до тех пор, пока не найду что-нибудь съестное. Сойдя с лодки, собрал достаточно ламинарии, чтобы выжить в течение ближайших двух дней. Когда я вернулся на остров, уже надвигалась ночь, поэтому решил укрыться от нежити в кратере, который случайно обнаружил. Немного подолбя каменную породу, я камнем упал с высоты на твердую поверхность, оказавшись посреди огромной пещеры. Я не мог упустить возможности ее исследовать, поэтому, собрав все свои пожитки из лагеря, углубился в земные недра. И в это же время на меня напала нежить. Разобравшись с этой неприятностью, я принялся добывать полезные ископаемые. Вскоре изготовил себе доспехи и инструменты, которые уже позволяли мне бесстрашно бродить по туннелям и сражаться с мобами. Наконец, выбравшись из узкого туннеля, я оказался в том, что действительно могу назвать пещерой. Пройдя пещеру, я вышел на поверхность. Жажда приключений охватила меня, поэтому отправился на поиски неизведанных подсемелий и структур. Первой моей находкой стал разрушенный портал в ад. Затем я наткнулся на колоссальный и не менее завораживающий подводный храм. Его размеры поражали, но страх за свою жизнь заставил меня отказаться от идеи исследовать это чудо. Побродив по фантастическим биомам, в один момент я наткнулся на деревню, где меня ожидало много еды, а также очень очаровательный котенок. Под конец насыщенного дня хлынул дождик, создав завораживающую атмосферу. И в этот момент я заметил разрушенный портал в ад. Я разбил лагерь на его территории и на следующее утро, используя воду Далалу, завершил его строительство. Прежде чем шагнуть в адские врата, я развел костры и переплавил добытые сокровища. Оказавшись в Нижнем Царстве, сразу столкнулся с новыми существами, визерплейсами. Разбравшись с ними, я отправился исследовать яд и вскоре обнаружил бастион. Собрав золотую жилу, приступил к поискам сокровищницы. Обойдя структуру, удалось найти дыру в стене. Сойдя в нее, элитная пиглинская охрана немедленно атаковала меня. Победив во всех сражениях за смертью, по плечи свиней, я разграбил первый, а затем и второй склад. Больше в этом бастионе мне делать было нечего. Мне пришлось отправляться на поиски крепости. Однако, по пути я наткнулся на пиглинское поселение. Войдя в него, он начал грабить, торговать нажитым и сражаться. Покинув деревню пиглинов, я вскоре оказался на странной территории, где обитали не менее странные блейсы. Оставив позади это место, вскоре я обнаружил новый адский биом, кишащий опасными мопами, способными оборвать мою жизнь в мгновение ока. Быстро покинув это поле битвы, я бросился бежать, куда глаза глядят, и в конце концов добрался до крепости. Пройдя к месту, сбав на плейсов, я неожиданно попал в другую атмосферу, благодаря биому рая в аду. Накопив достаточно стержней, я выбился в крепость. После бесчисленных сражений и ухищрений, в конце концов достиг сердца цитадели. Исследовал все три этажа, а затем спустился в подвал. В подвале крепости меня ждали четыре коридора, от которых ответлялись другие коридоры и комнаты, образуя некий лабиринт. В комнатах я находил сундуки с ресурсами и блоки обсидиана, но была одна особенная, содержащая в себе книги. Некоторые из них обладали зачарованиями. Поскольку в аду мне больше было нечего делать, я собередил портал в верхний мир и вошел в него. Далее, меня ожидало долгое путешествие к порталу в край. Оказавшись в пещере перед крепостью Края, я вновь был поражен красотой. Благодаря генерации, лабиринт Края и зона Вардена были связаны друг с другом. Прежде чем стать убийцей дракона, я решил сразиться с другим боссом. Вот и отправился на поиски. Вскоре нашел его. Однако одной атакой он отправил меня на Каус. Получилась, конечно, глупая концовка, но оставлять тебя без восхищения от Энда я не хочу. А потому держи, Эдит. Субтитры создавал DimaTorzok Если данная сборка тебя заинтересовала, ты сможешь ее получить просто перейдя в мой телеграм-канал. А с тобой все это время был БигБит. До скорого.